Доброе утро, дорогие друзья! Я сегодня еле встала. Во-первых, меня кошки не будили, легли просто рядышком со мной спокойно. Думаю, надо же, что они есть, не хотят. Их, оказывается, я ему покормила с утра. А ещё я же отзанималась, и у меня были всё. Мне даже на пресс я давно уже не делала упражнения. У меня вот этот перерыв был, пока я болела. И мне даже чихать больно. И, в общем, я лежала, лежала, думаю, надо встать. Болит каждая мышца. Она, конечно, приятная больно, но больно есть больно. В общем, сейчас буду принимать горячий душ. Может быть, это немножко разойдётся, это боль что-то поможет. И голову помою. В общем, вот такое доброе утро. Потом буду завтракать. Сегодня хочу поехать на каток в центре города. Я очень давно хотела там покататься. Так что сегодня время пришло. Массаж лица готов. Кстати, из всех уходовых средств, которые у меня раньше были, я там мазалась гиалуроновой кислотой, там всякими пептицидами, пестицидами. Даже название их не помню. В итоге я оставила два главных средства, которые мне, ну, прям без них я теперь уже не хочу даже обходиться. Это кислоты. Вот этот вот тоник. Я чередую их одним вечером кислотами мажусь, вторым вечером ретинолом. У меня сейчас однопроцентный. Ну, следующий вот этот закончится, возьму даже двухпроцентный, попробую. И еще я бы хотела начать какие-то, пить аминокислоты. Хочу найти, ну, либо коллаген. Вообще я разговаривала с косметологом, когда последний раз была, не последний раз, предпоследний, в Петербурге была у нее. И она же сказала, что у меня такая хорошая кожа. Мы с ней разговаривали про именно коллаген. Если его принимать, вот в бутылочках, там в порошках пьют девочки для упругости кожи, нет никаких данных, которые доказывают, что коллаген этот усваивается. И она сказала, что как таковой коллаген не доходит до клеток, если мы его принимаем внутрь, но он преобразуется в аминокислоты. Аминокислоты доходят до клеток и вырабатываются в собственный коллаген. Поэтому можно, в принципе, пить аминокислоты. Но я, ну, что-то пока мне не приходит никакая информация, какие, где их взять, хорошие аминокислоты. Поэтому вдруг из вас кто-то знает, может быть, уже пьет и видит результаты, поделитесь со мной тоже, пожалуйста. Я бы хотела попробовать, никогда не пробовала. Так, сейчас поделала массаж. А, ну да, без чего не могу еще тоже обойтись, это увлажняющий крем. Я обычно беру просто сильно увлажняющий крем. Это я заказывала онлайн. Он какой-то, он как будто бы запечатывает влагу внутри кожи. И летом, и зимой мне с ним очень комфортно. Зимой особенно кожа сохнет. И он никакой недорогой, он там стоил, может быть. А еще я купила новый шампунь и кондиционер, новый ход за волосами. Решила попробовать Олаплекс. Мне вообще нравятся их продукты, но я никогда не пробовала и ни шампунь, ни кондиционер. Вот номер 4, номер 5. А также взяла вот этот вот номер 6. Это несмываемый кондиционер. Вот сейчас как раз я его нанесу на волосы чуть-чуть. И он делает волосы более гладкими. Они же мне пушатся из-за того, что кудрявые слегка. А еще у меня здесь даже есть номер 3. Надо бы тоже вот его сюда поставить. Не забывать им пользоваться иногда. Это чтобы восстановить текстуру, структуру волос. Если они повреждены, а у меня кончики еще повреждены, они совсем отросли от блондирования. Поэтому вот это сейчас попробуем. Волосы расчесываю вот такой вот щеткой. Называется она Wet. Здесь вот уже даже все стерлось. Я не знаю, вот тут вот видно. Вот такая вот. Щетка, они разные продают. У меня есть даже для душа. Она такая вся в дырочках, чтобы мне вода не задерживалась. Ей очень легко расчесывать волосы. Она ни одного не оторвет, не обломает. И даже не чувствуется вот это вот натяжение, знаете, ну что где-то там она застревает. В общем, другими расческами я больше уже не пользуюсь. Да, кстати, как с ума сходят. Это чуть-чуть вот интересно или это перебор? Надо экспериментальным способом, я так понимаю, выяснить. Чуть-чуть прям нанесу. Чуть-чуть. Мне кажется, я переборчик туда... Ну я прям... Ладно, посмотрим. Не все, не все использовала с рук, потому что тут много я взяла. Все, иду. Завтрак. Завтрак у меня будет такой же, как вчера. Волосы пока будут сушиться воздухом. А потом покажу, как я их сушу. Вы меня как раз спрашивали про ту насадку Dyson, которую я как-то показывала во влоге, вот этот вот крючком. Типа, пользуюсь ли я ей дальше или нет. Вот я покажу ей сейчас, после завтрака, как я ей пользуюсь. Вот что мне понадобится для того, чтобы высушить волосы. Dyson фен, щетка, крабик, чтобы забирать волосы. Это расческа обычная тоже моя. Вот это вот новая насадка. Обыкновенная насадка, стайлинговая. И здесь у меня протектор для волос от горячего. Довро. Я не знаю, по-моему, это шведская фирма. И я просто ее взяла из-за удобной упаковки. И здесь от Kevin Murphy масло для волос. Оно тоже защищает волосы от горячего. Ну и что-то там, наверное, еще делает. Вначале у меня здесь удобное очень зеркало. Я так поворачиваю немножко так, что я могу видеть свою голову сзади. Разделяю волосы. Я слоями, естественно, сушу. Начинаю с нижней части. Без... Как я сушу сейчас. Вот мне очень удобно. Это довольно быстро. Без всякой насадки. Просто сушу волосы. Сначала вот так, ну, то... На 80%, наверное, я это сушиваю. Тепилка. Забыла волосы побрызгать. Я, конечно, поставила протектор. Но он, знаете, с раковины не очень защищает. Его надо все-таки нанести на волосы. Вот такие прямые волосы получаются. Сейчас я сделаю несколько слоев таким образом. И на самом последнем я буду уже делать кое-что другое. Субтитры сделал DimaTorzok И так, вот что у меня на данный момент. Вот такие вот прямые, но не как после утюжка. Да, такие вот эти волосы. Когда я укладываю вот этим крючком, объем, естественно, убирается. И поэтому самые верхние волосы я решила не сразу крючком укладывать, А сначала уложить, придав им объем, а потом немножко пригладить. Так оно лучше смотрится. Поэтому я меняю насадку на обокровенный стайлер. Беру щетку и быстренько укладываю. Почти готово. Разбираю это на прямой рядок. Обратно ставлю крюк и приглаживаю. Вот. Мне кажется, немножко... Ольга, я слишком много налила кондиционера, намазала кондиционера на волосы. Такое ощущение. Не знаю, что этот кондиционер делает, либо Alaplex. То же самое у меня без него получается. Вот такая быстрая укладка, буквально за 10 минут на каждый день. Если я, конечно, хочу что-то более оформленное, то я просто возьму утюжок, и утюжком красиво очень получается, так волосы блестят. Но я это не делаю каждый день. Сейчас я стала мыть волосы раз в два дня. Мне больше нравятся распущенными, а через два дня распущенные уже сложновато носить. И да, что еще забыла? Когда снимаешь, все время что-то забываешь. Забыла, что я еще крем для тела наношу. У меня вот такая шведская фирма. Они продаются в аптеках. Обычная слегка маленькая, такой небольшой запах есть. Что мне здесь нравится? Что она хорошо увлажняет, естественно. И что вот здесь такая помпа. Я беру одну помпу раз. Это на две руки. Такое же количество на переднюю часть тела, на заднюю часть, на попу, на верхнюю часть ноги, на нижнюю часть ноги. И вот прям по одной помпе вот так вот я добавляю. Поехали. Буду это делать без камеры. Я уже одета. Суперлегкий макияж. Это типа румяна на лицо и брови уложить. А мне сейчас пришло сообщение, вопрос в директ инстаграма, чтобы я рассказала про то, как я набирала мышечную массу, как питалась и тренировалась. Я решила, что даже это не стоит никакого там отдельного видео, что-то высасывать из пальца. Потому что все, что я делала, это ела много углеводов и тренировалась всего лишь три раза в неделю. Но я делала это с тренером. И это было невыносимо. Я тренировалась с очень большими весами, с такими, с которыми я сама бы, например, я бы даже не рискнула. Мне было бы страшно, что я не выдержу. Ну, естественно, под руководством профессионала я просто делала, что он говорит. Но я страдала. Мне не понравилось так работать. Мне было очень тяжело. Я даже плакала несколько раз в туалете от того, что у меня было какое-то нервное напряжение, какие-то свои проблемы. И вот такая физическая нагрузка, она все это прям в слезы выбивала. Но было очень тяжело. Он еще, знаете, меня так тренировал, как будто бы я мужик какой-то огромный, такой мышечный. Мышечный. Я там из последних сил уже кряхчу. Он говорит, давай. Ну, вот он еще кричит на меня. Я не могу, когда на меня кричат. Ну, года два я так с ним тренировалась, и поэтому набрала мышечную массу. Другой человек за эти два года с тем тренером, который был у меня, набрал бы, уже превратился бы в квадратик. Но мои мышцы длинные, и такая структура у них, что растут очень медленно. И нужно, чтобы прям, ну, чтобы какая-то была, какое-то увеличение в объеме, нужен действительно большой вес. Вот. А есть люди, которые чуть пониже, у них более круглые мышцы, и они немножечко позанимаются, даже не с таким большим весом, и у них уже пххххх... Они уже такие прям пхх... Качки мышечные. Я вот всегда таким завидовала. Но что у меня, что у мужа такое строение, что вот длинные мышцы. Но так, как я тогда занималась, я больше не хочу. Мне это не подходит. Кому-то очень подходит. Кто-то спокойно занимается с таким большим весом. Сейчас я тоже не могу сказать, что я занимаюсь прям с легким весом, с каким-то маленьким. Но с таким, с которым мне комфортно заниматься даже одной. Мне не нужна никакая подстраховка. Я могу сделать все разы. Мне тяжело, но мне приятно. Вот так вот. Но сейчас я не пытаюсь нарастить массу больше. А я просто хочу, чтобы мышцы были в тонусе, более рельефно. Чтобы мне затрачивалась энергия, которую я там съела. Ну, тело было более здоровым. А тогда я была очень-очень худенькая. И мне хотелось стать побольше. Но не пожирнее, а помышечнее. Вот все. И ела прям 2000 калорий и в основном углеводы. Он мне говорил, ешь макароны, картошку. Вот. Я все это ела. Заставляла себя, если честно. Как сейчас вспомню. Так не хотела. Вот счастливое было время. Есть не хотелось. Да и сейчас тоже не особо хочется. Скорее от скуки. Вот если скучен, тогда сразу к холодильнику. Что там у нас есть? Как бы себя развлечь едой? Я готова в своем пуховичке от Велл Стори с тепленьким. И в этих ботиночках завчин. Они просто безумно теплые на самом деле. И такие удобные. А мне, кстати, несколько раз спрашивали. Настя, вот почему ты не носишь кольцо обручальное? Я ношу, когда не забываю. Когда не забываю, я его надеваю. Если мы с мужем едем, я его всегда снимаю на ночь. Я не могу спать ни в чем. То есть мне обязательно нужно снять даже кольца, сережки. Иначе я их чувствую. И если мы куда-то ездим, знаете, такое, типа там... Ну, либо я просто забыла, куда-то выехала, куда я не надеваю украшения, да? То я спокойно могу забыть кольцо дома. Если я начинаю надевать украшения, то я часто про него вспоминаю. Но правда тоже бывает не всегда. Иногда забываю. Просто забываю, потому что снимаю его каждую ночь. Вот все. Так, ладно, поехала. У меня теперь машина стоит в гараже. Тепленькая. Не надо ничего выходить, разогревать, очищать от льда. Ох, как удобно. Я приехала в центр города. Иду сейчас сначала в магазин «Кортье». Мне нужно вернуть... Точнее, не вернуть, а отдать на ремонт часы мужа. Там они отстают. Мы, честно говоря, боремся с этим уже несколько лет. Несколько лет они обслуживаются, чтобы они не отставали. Они просто отстают. Так что посмотрим, получится ли у нас починить их нормально в этот раз. Что вам тут показать? Вот такая красота. Не сказать, что сильно все украшено. Ну, у нас украшают каждый год одинаково. Новые игрушки не покупают. Как в том году было, так будет и в этом. Потому что новые игрушки покупаются на налоги. Вот. Поэтому, видимо, просто так деньги не тратят. Так, вот здесь вот у нас за углом находится как раз этот магазин. Я буду выключать камеру, потому что, знаете, чтобы туда зайти. Там сначала в одни двери заходим. Они закрываются. Потом меня еще попросят раздеться, шапку снять. Как будто просто я захожу в хранилище золотых слитков. В общем, мне сказали, что нужно ждать 10-15 минут. Видимо, они туда много людей не запускают. Там, может быть, уже находится один человек. Говорят, попробуйте зайти снова через 15 минут. Мы принимаем, не знаю, там 4 клиента в день. У нас очередь вообще везде, во все магазины. Луи Витон иногда стоит прям вокруг дома, знаете, очередь. В Шанель тоже очереди огромные. Ну, а пока я жду, когда там освободится магазин. Покажу вам витрины знаменитого магазина Энко. Здесь все время очень красиво украшают. Что у нас в этом году? По выходным здесь такая толпа людей стоит, что не прорваться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, задействовали все старые игрушки. Разных барби, старых пупсов, кукол, мягких игрушек. Все, безотходное производство. В общем, я наконец-то сдала часы. Мне их приняли, но, естественно, в этом году никто ничего не вернет. Может быть, где-нибудь к концу ноября и повезет. Я пришла на каток. Сейчас пойду в аренду коньков и сюда. Вообще народа нет. Нет народа совсем. Ой, аккуратненько. Ну что, я готова. Так что, ребята, кто в Стокгольме пойдет кататься на коньках, сразу хочу сказать, чтобы здесь не покупать замочек. Если у вас есть... Ой-ой-ой-ой. Берите с собой, потому что нам сейчас сказал человек, который сдает коньки в аренду, там, что часто люди уходили босиком. Так что здесь нужно закрывать и вот замок вешать. В общем, ребята, это непростое занятие, могу сказать. Я не каталась лет 15, и как бы это заметно. Сейчас я поставлю камеру. По-моему, я просто хочу домой. Субтитры сделал DimaTorzok А нас попросили выйти с катка, сейчас поедет тут машина расчищать, обновлять нам лед. Вот, смотрите, какая разница получается. Но у меня так ноги замерзли, я уже сдала коньки, потому что я надела очень тоненькие носочки. Я 15 лет не каталась, и уже забыла, как это. Так что, если в следующий раз захочу снова попробовать, нужно мне будет брать шерстяные носочки с собой. А я зашла в Энкоа погреться. Здесь по традиции висит такая елка. А в том уголочке должен сидеть Санта-класс, но почему-то его нет, кстати. Может, он только по выходным? Смотрите, какое решение сделали новые Уги. Они покрытые пленкой, то есть они больше не промокнут. Такие же удобные, мягенькие внутри, как и обычные, но не промокаемые. Красиво. Вот там должен сидеть Санта-клаус. Смотрите, какая тут красота продается. Как обычно, разные шарики, но мне больше всего понравилась эта вот лошадь сейчас. Какая прелесть! А вот это вот почтовый ящик. Шарики. Очень красиво. И вот такие мне кто-то порекомендовал, по-моему, предложил поставить Деда Мороза или щелкунчика на вход вместо елки. Вот таких вот с двух сторон поставить щелкунчиков. Мне было бы страшно заходить. Не знаю, меня такие большие игрушки немножко пугают. Белые мишки. Все, по-моему, вот примерно такие хотят. Это называется литые, да? А это ПВХ, я так поняла. Вот эта комбинация. У меня на ней мои елки литые только самые кончики. И это уже с лампочками. Что удобно, невысокая. По-моему, для моей елки большой нужны вот такие вот золотые шары. Как вы думаете? Подходящий размер. А еще можно купить венки, которые будут на двери каждый год. Вот такой, например. Очень даже. Но я не буду. Потом хранить тяжело. Лучше, наверное, покупать свежий. И настоящий. Слушайте, этого медведя так приятно гладить. Он такой мягкий, как собачка. Ой, прям вот сидел бы и гладила. Такой приятный вообще невозможно. Это что такое? А я после всех этих прогулок, покупок, которые дома покажу, пришла в такое место, где готовят волк. Что здесь принесли стартер. Разные спринг-роллы, сырные палочки, креветки, дамплинги. У меня вода. Теперь я не пью даже бокал вина после того, как меня пару раз остановила полиция. И пришла мне вот такая курица с огромными шариками риса, с хлебом. Это должно быть очень остреньким. Самбал, как называется, дьявольская курица. А я собралась домой. У нас темно. И посмотрите, какая красота теперь. Все огоньками украшено. А с другой стороны, сердек-стория. Ну что же, я уже дома. Хочу вам показать свои покупки. Что я купила? Я как специально тренированная свинья, которая ищет трюфели. Я просто услышала запах трюфеля. И пошла по нему и нашла трюфельный сыр. Боже, я обожаю этот запах. Сегодня у меня будет вкусненько. Пока буду монтировать. Налив все розовое вина и поем сыр с трюфелем. Это будет мой ужин. Дальше я купила вот такой вот ароматизатор. Это для прихожей. Я поставлю такой зимний запах. Но не традиционный зимний, к которому привыкли все там какие-нибудь имбирные печеньки. А запах сауны. Так, я сейчас даже поставлю вас так. Открою его. Кстати, посмотрите-ка. Интересно, это я такую банку взяла, наверное, да? Или все такие? Она неполная. Такие трюги какие. Они такие дорогие и неполные делают, а? Боже. Ну, на палочках он лучше, чем сейчас так. Очень такой дымный зимний запах сауны. Жаль, что муж не учует. Он плохо слышит запахи какие-то. А так он бы порадовался, что у нас пахнет баней. И самое главное, звезда просто, звезда моей покупки. Это вот такие вот топулечки. Они тоже из натуральной овчины. Как и мои зимние ботинки. Так, сейчас я сниму носочки, чтобы прям на голые ноги. О, какая прелесть. Мне в них будет так тепло всю зиму. Можно без носочков. Смотрите, какие зойчики. Какие сладенькие. Ну? В общем, там еще три человека были. И одна девушка тоже искала такие же и такого же размера. Я думаю, вдруг они последние. Я думаю, я первая спросила, быстрее неси тебе. Конкуренция. На тапочке. Такое освещение резкое. Ну что, время у нас тем временем. Тем временем время у нас 7 вечера. Я вообще-то должна была садиться монтировать в 6. Муж скоро вернется из тренажерки. И мне нужно быстренько смонтировать, потому что завтра он уезжает. И его не будет. Ну, как бы, чтобы время провести хотя бы какое-то вместе. Так что, ребята, с вами на сегодня прощаюсь. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok